День молодёжи в парке имени Виктора Тололихина объединил много молодых ребят и девчонок. В программе на 25 июня было большое количество интересных мероприятий. Это концерт с зажигательными танцами и необычной музыкой, и спортивные сражения, а также конкурсы и много других развлечений. В такие замечательные летние солнечные дни, когда уже практически у всех закончилась сессия, уже все полной грудью вдохнули вкус лета, хочется хорошего настроения. И вот действительно здесь вот с пользой для себя провести вот этот замечательный праздник. Готовим программу для молодёжи, стараемся сделать её интересной и насыщенной, потому что молодёжь у нас, она разноплановая, творческая и инициативная. Кажется, что вся активная молодёжь Подольска собралась сегодня в парке Тололихина. Не найти уголка, где бы не было многолюдно. Пожалуй, самой притягательной и зрелищной локацией праздника стала спортивная площадка, где проходил воркаут. Около 30 спортсменов участвовали в соревновании. Они показывали невероятные упражнения на брусьях, турнике, шведской стенке и других спортивных снарядах. Выступление спортсменов проходит в формате поединка один на один или баттл. Баттл – это когда спортсмен выходит и показывает, грубо говоря, всё, на что он способен, что он и работал за то время тренировок. Ну а судьи уже оценивают. Ну и людям нравится, это просто, это эффектно, это такая фестивальная тема. Популярность воркаута с каждым годом растёт. Кстати, среди девушек тоже. На турнире выступали несколько представительниц прекрасного пола. Воркаут – это одно из моих главных хобби, это то, что мне нравится. Во-первых, это как бы саморазвитие, это, возможно, даже какая-то работа, то есть организационная деятельность. Просто заработать на том, что я выступаю, и призовые какие-то деньги тоже за это бывают. Турнир проходит по системе «плей-офф». Сначала отборочные туры, на которых постепенно некоторые участники выбывают, и потом финал, где сражаются сильнейшие. Они-то и получат свои медали, грамоты и призы. На одной из площадок парка проходил мастер-класс по кручению пои. По-настоящему это должен быть подожжённый предмет на верёвке или цепи, но в целях безопасности новички на первой тренировке крутили теннисные мячи. Кручение пои – это не только зрелищно, но и полезно для здоровья. Самое главное – это очень полезно, очень полезно. Координация развивается, развивается воображение. Можно по поям учить геометрию. Совершенно это всё получается быстро, полезно, а потом этим хвалиться. Поскольку я уже взрослый, для меня день молодой дёжи – это день детей, моего сына, и не кафе. Это больше день не кафе для нас, день отдыха. Чего только не увидишь сегодня в парке. Например, необычное фехтование, где вместо шпаг у спортсменов короткие мягкие палки, а на голове шлем. Более демократичные правила. Любой человек, я бы всё-таки любой, может прийти и попробовать сражаться в данном виде фехтования. Сейчас я решила попробовать себя в виде этого спорта, и меня начнут одевать и экипировать. Спорт Чанбара – так правильно называются эти сражения. Они сильно отличаются от обычного фехтования. Спорт Чанбара – это современный вид фехтования. Он создан на основе японского самурайского поединка. Но вместо острых клинков здесь сражаются абсолютно безопасным оружием. Это безумно яркое, веселое и, самое главное, безопасный вид спорта. Остались очень яркие впечатления. Это действительно весело. Площадка другого японского боевого искусства расположилась в инь-янь-рисунке теней и солнечных лучей. Здесь царствуют профессиональные каратисты. Они показывали на себе и на партнерах свое мастерство. Как и любой вид спорта, каратэ несет в себе общездоровительный потенциал. Регулярные тренировки – это источник систематических физических нагрузок, которые формируют опорно-двигательный аппарат, увеличивают мышечную силу, укрепляют суставы и повышают иммунитет. Мы здесь, чтобы показать молодежи, что не стоит ходить по подворотням, употреблять наркотики, курить, пить. Что на самом деле заниматься спортом и вести здоровый образ жизни – это намного лучше. Какие-нибудь у вас цели есть на будущее? Да, стать чемпионом мира. Чемпионом мира тоже Европы. Для ребят это не просто хобби. Это цель в жизни, стремление к победе, развитие силы воли и совершенствования как духовных качеств, так и физических. День молодежи объединил людей, для кого увлечение стало смыслом жизни. Брейкдансер со стажем Виталий Хохлов преподает в школе танцев. Он посвятил брейку уже более 20 лет. Брейк пользуется огромной популярностью и у молодежи, и у детей. Особенно у детей. Чтобы, конечно, еще привлечь, чтобы и взрослые танцевали. Простите, сейчас говорить о больном, не пиво пить на лавках, а приходили бы на улицах, зажигали, танцевали, как-то показывали свою энергию. И не подъезды ломали, не будки ломали, а всю эту энергию отдавали бы в творчество. Биты с этой площадки были слышны практически на весь парк. Ритмичная музыка заставляла двигаться как самих танцоров, так и зрителей. Пожалуй, локацию брейкданса можно назвать самой подвижной и музыкальной, самой оживленной и молодежной на празднике. Конкуренцию брейку многолюдности мог составить только финал по воркауту, который также привлек внимание многих зрителей. Здесь выступали самые сильные парни и девушки. Сегодня воркаут – популярный вид спорта. Специально для уличных гимнастов строятся площадки, открываются спортивные школы, а всего несколько лет назад этот вид спорта был практически никому неизвестен. Судья соревнований Максим Круглянский помнит, с чего начинался воркаут в Подольске. Чаще всего уличные гимнасты смотрели видео своих коллег из других стран и пробовали повторить. Все равно все с Украины началось, началось смотреть. А потом уже американские пошли. Тогда, когда мы начинали, не было еще русских каких-то там обучалок, и мы смотрели американские обучалки, и с них как-то вот ходили на площадку и пробовали. Строгие, но справедливые судьи не с первого раза смогли выбрать победителя. Участники с огромной ответственностью подошли к соревнованиям. Ахрор Чермашов не в первый раз выступает на турнире. Воркаутер рассказал, как пришел на свою первую тренировку три года назад. Встретил ребят здесь, на площадке, и заниматься с ними каждый день. И научился пару элементов. Это очень круто, мощно и весело. Такой драйв. Действительно, таким активным парк Талалихина давно не был. Молодежь буквально заразила всех энергией. А что может быть лучше, чем физические упражнения на свежем воздухе в окружении доброжелательных людей? День молодежи – это хорошая традиция нашей страны. Веселье праздника придает лету свои яркие краски. Мероприятие позволяет увидеть новые и необычные, популярные и неизвестные увлечения молодежи и выбрать что-то свое. А ведь летом как раз и появляется много свободного времени для экспериментов. Редактор субтитров А.Семкин